Приветствую всех! Сборка 4866. Это пример нового игрового системного блока в бюджете 50 тысяч рублей. Интересно, здесь видеокарта стоит Radeon RX 6400 и, пожалуй, из игровых видеокарт, по-настоящему игровых, это самая недорогая видеокарта. Но есть одно но. Эта видеокарта будет хорошо работать при условии, что будет разъем PCI-Express версии 4.0. И вот на 12-м, либо на 11-м поколении как раз этот разъем идет. 64 бита, шина довольно-таки узкая, память быстрая GDDR6. И тут очень важно эту шину получить. Если мы поставим на 10-е поколение видеокарту, то до 20% она проиграет в производительности. По уровню производительности она такая же, как GTX 1650, как GTX 1060, RX 570. В принципе, один в один. При этом эта видеокарта новая, но единственное, что приходится немножко переплачивать за поколение. С другой стороны, если вы поставите i3-12-100, как в этом системнике, то это уровень процессора Akura i7-9700 в многопотоке. Но аж в однопотоке он будет мощнее процентов на 30. Ядра совершенно ничего не решают, тут решает поколение. i3-12-100, базовая частота 3.3 до 4.3 ГГц гонится в турбогусте. Потребление примерно 50-60 Вт, поэтому все-таки какую-нибудь башню, как здесь, желательно ставить. Частота памяти 3200 МГц, два модуля по 8 ГБ. Это ограничение чипсета. Чипсет у нас 610. Ну а материнская плата обладает 10-ю фазами питания. Соответственно, любой даже кашный процессор на эту недорогую плату можно поставить. Плата у нас MSI Pro H610MG DDR4. Есть разъем Ultra M.2 под NVMe накопители, причем также с версией 4.0. Под видеокарту находится маленький разъем под Wi-Fi M.2. Какой-нибудь Intel Wi-Fi 6 можно спокойно поставить. SSD стоит 1 на 512 ГБ, чтобы пока обойтись без жесткого диска. Видеокарта производства ГБ, версия Eagle. Два вентилятора. Очень развитая система охлаждения на тепловых трубках. Карточка абсолютно бесшумная. Ну и реализован фан-стоп. Ну а на блок питания мы здесь не экономили. Здесь стоит Thermaltake серия Light Power на 550 Вт. В результате получается недорогой системник, новый. Где трехлетняя гарантия будет как на видеокарту, на память, на SSD, так и на материнскую плату. На блок питания два года. То есть новый игровой системник и с возможностью будущего апгрейда. В будущем можно поставить Core i5 шестиядерный, который превосходит по производительности i9 предыдущего поколения. Можно поставить мощнее видеокарту. Блок питания и корпус здесь нас не ограничивает. Ну и компьютер получился весьма и весьма симпатичный. Свои 51 тысячу рублей.